Итак, всем добрый день. Рад очень сегодня быть с вами на связи, как всегда. Вы меня очень бодрите, веселите, стимулируете к работе, потому что я очень рад, что есть столько единомысленников, столько людей, которые разделяют нашу идею, наш проект и хотят развиваться и зарабатывать вместе с нами. Меня лично это очень мотивирует и радует. Итак, друзья, сегодня я бы хотел сделать достаточно короткую школу, но очень информативную. И сегодня на школе, возможно, для многих я скажу очень клевую новость относительно маркетинга, относительно вашего личного заработка, касаемого подключения бизнеса. Итак, друзья, сначала немножко по делу. Ну, в смысле, все будет по делу, но начнем со статистики. С момента запуска стажеров, ну, то есть это вот произошло сколько? Наверное, две недели назад, да? Ну, с нового года создано 109 кабинетов для бизнеса. То есть в том вашем личном кабинете, в личном кабинете стажерного лицензиата, где вы создаете компанию, было заведено 109 разных бизнесов. Учитывая, что нас на прошлой планерке было больше 100 человек, ну, хотело прийти больше 100 человек, да? Сегодня нас уже 90, то это точно значит, не все завели даже хотя бы по одному бизнесу. Я вас сейчас каждого хочу спросить. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Те, кто знает лично предпринимателя с собственным бизнесом в вашем личном кругу знакомств. Ну, то есть, если у вас есть ваш лично знакомый, у которого есть бизнес, подходящий для нас, поставьте, пожалуйста, плюсик. У кого нет такого знакомого, поставьте, пожалуйста, минусик, и это ничего плохого не говорит. Это просто, что у вас нет такого знакомого. Это ни на чем не отражается. Минусик, плюс-минус, ага, минус, плюс, 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 минус, 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 плюс, плюс, минус, минус. Ага, ну, примерно, примерно, так скажем, 50 на 50, грубо говоря. Хорошо, хорошо. Теперь, пожалуйста, из тех, кто... Нет, все-таки плюсов больше, плюсов точно больше. Теперь, пожалуйста, из тех, кто сейчас поставили плюсики, то есть те, у кого есть лично знакомые предприниматели с собственным бизнесом, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы с ним уже поговорили на тему подключения к нашей платформе, и минус, если еще с ним не успели поговорить. Плюс, минус, 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 плюс, плюс, минус, плюс, минус, минус. Вот тут уже минусов большинство, мне кажется, хотя может быть напополам. Хорошо, 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 хорошо. Так, плюс, но брыкается еще, господи, как вы, человеки-то, брыкается. Я вот помню, раньше увлекался зимней рыбалкой, там рыбу ловишь, она живая, на снегу лежит, дома в пакете приводишь, вот она еще брыкается. Вот, раздумывает, наверное, да, вы хотели сказать, да не я. Хорошо, впустите человека. Я всех пускаю, вот Вячеслав Шишмангаев, наверное, он с пяти разных аккаунтов уже заходит, я его подключаю, но он не подключается. Почему-то. Итак, друзья, в любом случае, те, у кого есть знакомые предприниматели, и вы с ними поговорили, те, у кого нет знакомых предпринимателей, и вы еще с ними поговорили или не поговорили, не имеет значения. В любом случае, это надо начинать делать. Почему? Потому что воронка продаж. Кто знает такую тему, пожалуйста, вспомните ее. Кто не знает, прошу вас погуглить, уделить полчаса времени и почитать в интернете, что такое воронка продаж. Чем больше вы поговорите с разными предпринимателями, с собственниками бизнеса, тем больше вы их подключите. Потому что я вас уверяю, что независимо от того, какой крутой бы не был наш продукт, 100% предпринимателей не подключатся к нашей платформе по разным-разным причинам. И поэтому нужно просто количество людей, которым вы расскажете про эту возможность, их надо просто максимально увеличивать. Итак, 109 кабинетов было создано с начала этого года. Это те кабинеты, для которых уже стажер или лицензиат создал тестовый кабинет для бизнеса. Вот. Я очень надеюсь, что вы все знаете, как это делается. Поставьте, пожалуйста, в чат только те, минус в чат те, кто не знает, что такое создать для бизнеса тестовый кабинет. Ставим только минус в чат те, которые не знают, что такое создать личный кабинет для бизнеса и как это сделать. Те, кто не знает, как это сделать, пожалуйста, посмотрите в чате стажеры лицензиат. В закрепленном месте, в закрепленных файлах. Там есть два видеоролика, запись с экрана телефона, инструкции, как это делается. Вот. Пожалуйста, посмотрите и сделайте это на практике. Лучше сразу делать это на практике с реальным бизнесом, который вы хотите подключить. Так, так, так. Идем дальше. Давайте я, наверное, расскажу сейчас про маркетинг, про изменения в маркетинге. Я думаю, что это все решит и больше мне говорить ничего не надо, потому что каждый из вас сильно замотивируется подключать бизнесы, даже если у него нет знакомых предпринимателей. Так, что такое с Вячеславом Шашмагаевым? Он подключается к зуму, я его принимаю, 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 но он не подключается. Чей это человек, напишите, потому что, видимо, он посмотрит в записи, потому что это очень сильно отвлекает. Я его за 10 минут хочу добавить, но он не добавляется. Что-то у него, видимо, с интернетом, у него, видимо, проблемы какие-то. Итак, друзья, что касается стажерства. В ближайшие дни в вашем партнерском кабинете появится оферта. Оферта для становления лицензиата. Между лицензиатом и партнером есть этап стажер. В тот момент, когда вы подписываете оферту, у вас замораживаются в партнерском кабинете все доходы в размере 30 тысяч рублей. Эти деньги замораживаются для приобретения лицензии, которая, соответственно, и стоит 30 тысяч рублей. Все доходы будут идти в счет покупки лицензии, в счет погашения этих 30 тысяч рублей. И ваш транзакционный тэжбэк, и партнерские бонусы реферальные 400 рублей в сеть, которые... И самое главное, доход от подключения бизнеса. Если вы подключаете бизнес, стоимость технического подключения для бизнеса, как вы знаете, стоит 400 рублей, по 4 тысячи рублей, то эти деньги, вы их видите, они идут в графу «Одобрено», но, соответственно, не идут в графу «Доступно к выводу», потому что они покрывают те самые 30 тысяч рублей для покупки лицензии. Мы сделали так, что все деньги, которые будут идти на лицензию, они распределяются по сети. Вот это, друзья, очень круто, реально круто. Сейчас постараюсь все очень понятно объяснить. Я пока веду вебинар, чат не читаю, поэтому можете даже не писать вопросы. В конце выделим время для задавания вопросов. Вот смотрите. Например, вас кто-то пригласил, да, естественно, у вас есть лидер. Вы зашли в партнерский кабинет и приняли оферту. У вас с этого момента замораживаются 30 тысяч рублей. Вы, например, подключили бизнес, и у вас начислилось 4 тысячи рублей. И эти 4 тысячи рублей сразу идут вверх по маркетингу, ну, согласно нашему маркетингу плану. С первой линии, там, 20 процентов, со второй по четвертую по 10 процентов, ну, и так далее. Вот. И эти деньги идут до тех пор, пока у вас не появится лицензия, то есть 30 тысяч рублей. Все эти, короче, 30 тысяч рублей идут вверх по маркетингу. А дальше, например, если вы кого-то пригласили. Вот у вас есть какая-то структура, и под вами человек в первую, в вторую, в третью, в четвертой линии, у вас под вами есть стажеры. Стажеры – это вообще, короче, тема очень денежная, очень денежная. Под вами есть стажер, он подключает бизнес, зарабатывает, ему начисляются 4 тысячи рублей. Если он в вашей первой линии, 20 процентов с коэффициентом 0,8 идут к вам. То есть сколько это будет в деньгах, да? 20 процентов от 4 тысяч – это будет 800 рублей, с коэффициентом 0,8, потому что доходы с коэффициентом 1, в чистом виде, идут только у лицензиатов. Поэтому, в принципе, и выгодно быть лицензиатом. Далее, давайте посчитаем. 800 рублей – это 20 процентов, с коэффициентом 0,8 – это получается 640 рублей. 640 рублей идут вам в одобренном. Если вы еще стажер, то эти 640 рублей в том числе идут на погашение лицензии. Если вы уже лицензиат, они, естественно, идут вам в ваш личный доход, который вы сможете вывести на карту. Но, соответственно, это уже будет не 640 рублей, а полноценные 800 рублей, потому что с коэффициентом 1. Это понятно? Напишите, пожалуйста, «да», если это понятно. И «да» с восклицательными знаками, если это понятно и вам нравится. Отлично. Да, это понятно. И многим, как говорится, захотят. Хорошо. Едем дальше. Эти деньги распределяются, естественно, только между стажерами и лицензиатами. Если, например, у вас во второй линии стажер, он подключил бизнес, а в первой линии партнер, который его пригласил, так может быть, то партнер ничего не получит за то, что тот ваш стажер подключил бизнес, а вы получите. То есть стажерам становиться очень выгодно, во-первых, чтобы… Да, у вас в моменте замораживаются 30 тысяч рублей. Друзья, ну поверьте, эти 30 тысяч рублей окупятся быстро, даже если вы вообще не будете ничего делать, а ваши люди внизу будут подключать бизнесы. Смотрите, подключение бизнеса стоит 4 тысячи рублей в личку, да. Например, 30 тысяч рублей вам окупится, если вы подключите всего лишь там 7-7,5 бизнеса, да, ну 8, грубо говоря. 4 тысячи, которые идут за подключенный бизнес, умножаем на 8, 32 тысячи рублей, да. Вот ваша лицензия. Например, если вы вообще не будете подключать бизнесы, да, а, например, у вас широкая первая линия, и все стажеры, и все подключают бизнес, вы получаете 20% от 4 тысячи рублей, которые стажер ваш бизнес подключил с коэффициентом 0,8. Как мы уже посчитали, это 640 рублей, да. 30 тысяч мы делим на 640, получается, что 46 бизнесов должны подключить ваши люди. Например, если, ну, пускай будет округлен 50, да, если у вас первая линия стажеров 10 человек, то каждый всего должен подключить по 5 бизнесов. Это, на это может уйти меньше месяца, ну или месяц, например, примерно с такой скоростью, и я думаю, что каждый из вас будет подключать бизнесы. Короче, это вообще огонь, я считаю. Если это все понятно, и это все заходит хорошо, эту новость, этот маркетинг, я думаю, многие из вас уже знали, а сейчас я бы хотел сказать прям вообще очень крутую вещь, которую лидерский совет предложил, и компания Кэшбэкфорст поддержала эту просьбу. Помимо 4 тысяч рублей, которые идут вот из замороженных, из лицензий, компания от себя еще добавляет 500 рублей сверху в сеть за подключение каждого бизнеса. То есть, если под вами человек-стажер, то вы не просто получаете свой процент 20 или 10 от 4 тысяч рублей, но еще плюс от 500 рублей. Например, вы стали лицензиатом, и под вами энное количество стажеров. У вас же уже не замораживаются деньги, да, вы уже лицензиат, и, например, у вас в первой линии те же самые 10 стажеров, которые подключают бизнес. Каждый, например, по 5 бизнесов в месяц. Это 50 бизнесов. С каждого бизнеса в сеть идет еще плюсом 500 рублей. То есть, 50 бизнесов мы умножаем на 500 рублей, получаем 25 тысяч рублей, и умножаем на 20 ваших процентов с первой линии. Это плюс 5 тысяч рублей в месяц просто дополнительного дохода вам. Но есть же еще 4 тысячи рублей, которые идут тоже в сеть. И когда вы лицензиат, а под вами стажеры, вот это вообще самый-самый-самый смак, потому что это получается очень прибыльно. Получается, что вы, будучи лицензиатом и со стажерами, например, в первой линии, с каждого подключенного бизнеса получается 4 тысячи плюс еще 500 рублей. То есть, 4 500 мы умножаем на 20 процентов. С коэффициентом 1 – это 900 рублей за один бизнес. Если у вас в первой линии 10 человек, каждый подключает по 5 бизнесов, это 50 бизнесов в месяц. 900 рублей умножаем на 50, это получается 45 тысяч рублей в месяц. Просто 10 человек в вашей первой линии, которые подключают всего по 5 бизнесов. А дальше просто посчитайте, сколько у вас человек может быть стажеров в первой линии, во второй, в третий, в четвертый. И, в общем-то, тут получаются прям нормальные деньги. Прямо как у менеджера среднего звена в крупной компании в Москве. Ну, я так думаю. По 300-400 тысяч пассивного дохода со стажеров за подключение бизнеса можно получать спокойно. Что для этого нужно сделать? Наверное, у вас у каждого, и я надеюсь, есть этот вопрос сейчас в голове. Для этого нужно сделать несколько вещей, достаточно простых. Первое. Это, как и везде, в общем-то, как в любом успехе, в любой системе нужно сделать несколько простых вещей. Сделай сам, научи другого, поддерживай успешные результаты, успешные действия. Сделай сам. Подключите хотя бы 5-10 бизнесов к нашей платформе. Что для этого нужно сделать? Нужно встретиться с предпринимателем, собственниками бизнеса. Малого. Друзья, давайте начнем с малого бизнеса, потому что это быстрее и проще. Просто поверьте на слово. У меня в этом большой опыт, я собаку съел на этом. Маленький бизнес. В России, работающий в сфере B2C, то есть продающий бизнес товары или услуги физическим лицам, кафе, салон красоты, ресторан, шиномонтажка, автомойка, парикмахерская, шоу-рум одежды и так далее, и так далее, и так далее. Бизнес, у которого есть внутри для оплаты для клиентов терминал, то есть есть эквариант, чтобы клиент мог с нашей картой ловить кэшбэк, прийти, телефон к терминалу приложить и оплатить покупку. Это обязательное условие. B2C бизнес с терминалом для оплаты. Найдите таких предпринимателей в своем кругу. Если вы не знаете их лично, поспрашивайте людей, у кого из ваших знакомых есть бизнес. Сто пудов у каждого. Очень быстро вы найдете такого человека, если вы зададите с этой целью. Потому что в России по официальной статистике 25 миллиона малых предприятий. В одной Казани 15 тысяч примерно подходящих бизнесов для нашей системы. 15 тысяч. И естественно, уж точно в кругу ваших знакомых есть люди, у кого есть маленькая кафешка, маленький магазинчик и так далее. Дальше проведите презентацию. Презентации есть в чате стажеры. Проведите презентацию. Расскажите, что есть возможность подключиться к очень крутой системе ловильности «Лови кэшбэк». Если у вас есть какой-то страх, неуверенность, еще что-то. Друзья, вот нас здесь 112 человек в моменте. И все, кто здесь сегодня, а я по списочку, списочек сохраню, сегодня дарю вам уникальную возможность пригласить меня с собой на встречу с этим предпринимателем. Делайте очень просто. Вы пишете хотя бы за день, за сутки. «Имин Николаевич, у меня завтра встреча с бизнесом, магазин детских игрушек или кафешка, или автомойка. Вот завтра или послезавтра такого-то числа, не знаю, в 13.00 по Москве. Помогите, пожалуйста, провести презентацию». Вы просто приходите к этому предпринимателю, набирайте мне по видеосвязи FaceTime, WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom. Вайбер, Шмайбер, что угодно. По любому видеоканалу ставите вот так вот телефон куда-нибудь на стол. Вы сидите, ваш предприниматель, клиент сидит, и я с вами в телефоне сижу. Вот. То есть встреча получается на трейд, и я всегда готов вас поддержать. Вы посмотрите, как я провожу презентацию, поотвечаю на его вопросы, на ваши вопросы, и, в общем, сразу мы его подключим. Друзья, самое главное – быть смелым, не бояться и просто делать действия. Действия очень простые. Прийти, назначить встречу, сказать, что есть классная платформа, она вам даст. Прирост клиентов, потому что люди будут приходить, видеть вас на платформе, приходить. Это канал коммуникации, это статистика с крутым личным кабинетом, возможность отправлять пуш-сообщение, возможность социфровывать, для сотрудников возможность дополнительно зарабатывать. Короче, крутая система, стоит 5000 рублей, единоразовый платежа, подключайся, не думай, погнали вперед. Все. Понимаете, если бы мы продавали крыло от Боинга, например, и это не формальная, не метафора, точнее, у меня просто есть знакомый, который продает реально крылья от Боинга. Там, знаете, там Боинг-самолет собирает три разных компании. Фюзеляж, по-моему, одна компания, крылья другая компания и хвост, по-моему, третья компания. Ну, чертно так. И причем эти компании в разных странах мира и вообще независимые, ну, совершенно разные компании. И вот у меня знакомый работает в компании, которая делает крылья для Боинга. Он продает два или три комплекта крыльев в год. Ну, то есть представьте продажник, который совершает две-три продажи в год. То есть какие высокие ставки, да. И, соответственно, сделав две-три продажи за год, он хорошо вполне живет. Вот. Потому что, естественно, крыло от Боинга – это дорого, и комиссия у него хорошая. Сделав одну продажу, он там обеспечивает себе жизнь на несколько месяцев вперед. И так далее. У нас не такие ставки высокие. У нас 5000 рублей – система лояльности. Даже если… Вот давайте самый печальный и безысходный вариант возьмем. Если предпринимателю совсем непонятно, вы не можете внятно ничего ему объяснить. Просто попробуйте. Попробуйте. Инструмент классный. 5000 рублей. Даже если пропадет предпринимателю 5000 рублей, это реально не деньги. А попробовать можно. Как-то так. Я просто призываю вас быть абсолютно уверенным, смелым, уверенный, смелый и готовый зарабатывать вполне себе приличные деньги. Причем для любого региона России, даже для Москвы. Тем более для не очень больших городов. Вот. Что еще хотел сказать? Что еще хотел сказать? Так. Про маркетинг, про новость, про дополнительные 500 рублей я рассказал. Про то, что все доходы идут в сеть. Про то, что скоро появится оферта в партнерском кабинете буквально на этой неделе. Сказал, что лицензиатам быть выгодно. Сказал, потому что доход со всех продуктов с коэффициентом 1, а не 0,8. И еще там другие фишки будут. Вы их увидите при подписании оферта. Я сказал. Про то, что надо подключать бизнесы. Сказал, потому что на встрече про бизнесы. Так, ладно. Вроде пока все сказал. То, что хотел. Давайте вопросики немножко ваши. И по ходу, наверное, это если что-то еще вспомним. Когда кредитные карты будут? Ой, это, пожалуйста, к исламу. Продукт в работе. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев. Запись сегодняшней школы будет. Сегодня выложу в чат. Благодарю за подарок. Шикарный. Друзья, посмотрите, да, по-честному. Моя задача, сделать любые действия, все что угодно. Я готов с бубном плясать, на мостик вставать, на шпагат сесть. Самое главное, чтобы вы подключали бизнесы и зарабатывали. Я ответственный в компании, в компании Cashback Force за подключение бизнеса. Естественно, я очень хочу, чтобы у каждого из вас было все шикарно. Так, про договор скажите. Про какой договор? Договор для бизнеса уже готов. Да, он уже готов. По-моему, скидывал уже в чат стажеров. Сейчас посмотрю после школы. Если не скидывал, пришлю. И для стажеров, что я могу показать бизнесу? Договор или соглашение? Соглашение, заявление о присоединении я после школы скину. Когда будет новый кабинет для бизнеса доступен? До конца января. Очень надеемся, что все уже доделан. Почти все готово. Пуш сообщение может отправлять всем пользователям приложения или только тем, кто отцепровался как клиент в этом бизнесе? Пока что только тем клиентам, кто отцепровался в этом бизнесе. Как лояльнее идти к холодному бизнесу в лоб или заранее созвониться? Давайте рассмотрим. Конечно, сначала вы договариваетесь о встрече. Что с холодным, что с теплым, что с горячим, с любым человеком. Вы же к друзьям своим не звоните в квартирную дверь, типа, я пришел к тебе в гости, вы же сначала договариваетесь о встрече. Это нормальный такой этот эдикет. А договор компании с лицензиатом будет на этой неделе, очень надеемся, что повесим в партнерском кабинете оферту. У нас она готова, мы ждем одобрения от банка. Миль, пожалуйста, для уже действующего лицензиата, что я получаю за личное подключение бизнеса, немного запуталась. Если вы уже лицензиат, вы получаете 4000 рублей в личку за подключение каждого бизнеса и 500 рублей идет в сеть, в вашу сеть. А можно спросить, если не коммерческий бизнес, можно подключать? Нет, это B2C бизнес должен быть коммерческий с эквайрингом. Скажите, эти 30 тысяч для платы лицензи в течение месяца нужно накопить или не ограничено по времени? Не ограничено по времени, нет. 30 дней в месяц мы убрали, это случайно кто-то неправильно сказал. Короче, не ограничено по времени. Наталья Стародуктова, спасибо. Как клиенты бизнеса могут выводить или тратить полученный кэшбэк? Смотрите, клиентам бизнеса кэшбэк будет приходить прямо на карту в виде рублей. Они эти деньги могут перевести на свою любую другую карту или потратить с карты в любом другом месте. То есть это обычные деньги на обычной банковской карте. Благодарю за черный преимущество для бизнеса описано в презентации. Да, Виктория. Бизнес может только фиксированный процент кэшбэк установить или делать какие-то варианты, например, вы разноцепили товары или даже один товар. Радик, хороший вопрос. Бизнес сам устанавливает размер кэшбэка. на разные товары сделать нельзя, но можно будет сделать по некоторым другим критериям. Эти критерии будут в личном кабинете. Например, в разные дни недели можно сделать разный кэшбэк. От разной суммы покупки можно сделать разный кэшбэк. На первую покупку можно сделать повышенный кэшбэк, на все остальные другой кэшбэк и так далее. С 4 тысячи рублей 500 сеть верно? Нет. Плюсом мы компания Кэшбэк Форс дополнительно финансируем 500 рублей в сеть. То есть если вы лицензиат 4 тысячи рублей вам пришло лично. Вот прям чистыми 4 тысячи рублей за подключение одного бизнеса вы заработали. И плюсом еще 500 рублей пошло в сеть. Бизнес подключил клиентов. У них появится ссылка на подключение партнеров после транзакции на 5 тысяч. Да, они могут стать партнерами. А, друзья, Игорь, спасибо за вопрос. Конечно же, но я думал просто, что это для всех уже очевидно. Бизнес оцифровывает пользователей. То есть у каждого сотрудника бизнеса мы дадим QR-код. И каждый сотрудник любого бизнеса, своего клиента, который к ним в бизнес пришел, может порекомендовать скачать приложение Лави кэшбэк, чтобы получить кэшбэк у них в бизнесе. И сотрудники бизнеса, и эти клиенты, которые скачали мобильное приложение по рекомендации сотрудника бизнеса, идут к вам в первую линию. И вы с них начинаете получать контакционный кэшбэк. Вот сейчас каждый сам себе ответьте, просто сколько у вас сейчас в первой линии человек. 10, 20, 30, может быть у кого-то 100. А теперь смотрите, вы оцифровали, вы, например, подключили какую-нибудь кафешку, да? В кафешке с проходимостью, например, 1000 человек в месяц. Конечно, эта кафешка оцифрует не каждого гостя. И возьмем по минимуму, например, 10%, а 1000 человек в месяц это 100 человек. Вот эта кафешка вам примерно каждый месяц будет давать 100 человек в вашу первую линию. Из этих всех людей вы их даже не будете знать. С этих всех людей вы будете получать транзакционный кэшбэк, то есть 0,5% в сеть с любой покупки. Не только в этом бизнесе, с любой покупки. А когда с карты ЛКБ сможем переводить, например, на карту Сбера кому-нибудь? По-моему, уже можно. Не уверен. Но я переводил, по-моему. С лови кэшбэк на лови кэшбэк точно переводил. Вы сказали, что клиент может рублей перевести с карты ЛКБ на любую другую карту. Слушайте, с лови кэшбэк на лови кэшбэк точно. На другую по-моему, тоже, но не уверен. А попробуйте просто, не знаю, 10 рублей попробуйте перевести. Можно ли исключить из кэшбэка какой-либо низкодоходный товар? Конкретный товар исключить нельзя. Чтобы кассир или официант получил тысячу рублей, только не тысячу, а сто, клиент должен потратить именно там, где оцифровался или может потратить тысячу рублей, где угодно. Напомните, пожалуйста, Рушана клиент должен потратить именно в этом бизнесе, где его сотрудник оцифровал тысячу рублей. Не обязательно единоразово, можно, ну, накопительно. Верно ли, что кэшбэк клиент получит только если пройдет упреть? Да, верно. Это законодательство. Будет описание всех этих возможностей по видам возможного кэшбэка? Да, будет в личном кабинете, как он будет готов, я вам презентую, обучу, расскажу, все будет хорошо. У нас есть видеопрезентация, может, запись новыми условиями для бизнеса, послать презентацию, чтобы ничего, кто же понимал, как проводить ее для бизнеса. Наталья не очень понял предложение, напиши, пожалуйста, в личку, я подумаю, сделаю. Бизнес должен... А можно я сейчас... Давай. Ну, вот, например, ты нам проводил уже, да, до этого, лицезиатом, как рассказывать, так что вот, может, я пропустила такое обучение, как вот прям у нас есть презентация в PDF-ке, да, для бизнеса, и ты рассказываешь по этой презентации бизнесу, ну, всю программу, вот в таком формате видео. Есть ли? Понял, понял, Нет? С новыми условиями именно, чтобы вот прям четко было. Спасибо. Потому что, потому что вот сейчас стажеры, мне кажется, вообще немножко в прострации находятся, как конкретно по этой презентации, что говорить, потому что там в любом случае укорочены такие все фразочки. Да, понял, хорошо, согласен, сделаю. Спасибо большое. Бизнес должен озвучивать процент кэшбэка для своих клиентов в завучительном комиссии компании Кэшбэкфорс. Нет, клиент всегда в приложении видит тот процент кэшбэка, который он получит в этом бизнесе. Вот приложение, магазины, и здесь у каждого партнера написан процент кэшбэка, который клиент получит. Клиент видит это, а, соответственно, когда мы подписываем с бизнесом договор, бизнес дает какой-то определенный процент, кэшбэка, и, соответственно, мы уже в приложении показываем клиенту конечному за вычетом комиссии. Когда будут скрипты для персонала, а вам они не нужны, мы сами персонала будем обучать, то есть у вас нет такой даже задачи. На прошлом эфире я уточнял информацию, я закончил бизнес, мне начали 4 тысячи, мне они доступны, чтобы я ими воспользовался, или они заблокируются. Они заблокируются и пойдут в счет 30 тысяч оплаты лицензии. Можно, но с процентом. Можно перевести на любую карту, но с процентом большой. Сотрудник 100 рублей идет только за первую тысячу рублей, или за первую только тысячу рублей. Это 100 рублей компания из каких средств будет выплачивать и до кого в момент. Без ограничения по срокам мы это будем выплачивать из своих средств, из своих доходов. Можно перевести на другую карту. Я пробую. А почему нельзя закинуть на карту Ловик Тожгок со Сбера по СПБ? Там технические сложности пока есть, но мы решаем этот вопрос. Он почти решен. Вопрос. Женщина оформила карту и делала апгрейд. Она имеет свой бизнес. Можно ее перевести как бизнес-партнер? Если да, как? Так. Не очень понял вопрос. Женщина оформила карту и делала апгрейд, и она имеет свой бизнес. Можно ее перевести как бизнес-партнер. Ну, она может сама свой бизнес поставить на платформе. Я пробовал с приложением Динбок. Так, я переводила. Да, чтобы готова говорить как поставить бизнес из другого города. Как поставить бизнес из другого города? Соответственно, вам нужно для обстановки знать его терминал и Merchant.id. Попросить кого-нибудь в этом городе совершить покупку в этом бизнесе в этом терминале можно самого предпринимателя. Магазин установил пять процентов. Сколько из них идет в сеть, а сколько клиенту? так, вы смешали котлеты с мухами. Если бизнес, подписывая договор, говорит, что я готов давать пять процентов кэшбэка и того, то, соответственно, клиент в приложении увидит, что он может получить кэшбэк до трех с половиной процентов. Почему до? Потому что, как вы знаете, у нас есть у клиента статусы. То есть, вот, например, я зашел в любой бизнес, нажимаю до четырех и девяти процентов при покупке в магазине и, соответственно, четыре и девять я получу, если у меня статус карты премиум, четыре и два, если у меня статус карты голд, три с половиной, если статус классик. Вот, если бизнес назначил пять процентов, то клиент получит три с половиной, три и два с половиной процента кэшбэка на премиум голд и классик соответственно. Сейчас лучше ставить бизнесы на земле или онлайн магазины тоже можно пробовать. Лучше, конечно, на земле с онлайн магазинами там больше сложностей возникает зачастую. Лучше пока на земле простые маленькие бизнесы. Хотел бы скрипты по подключению бизнеса на удаление. Бизнес в МСК и я в Хабаровске. Как мне ему предложить систему Лови Горбэк? Ну, например, связаться по Zoom или по FaceTime или по WhatsApp или в Telegram сделать презентацию и, соответственно, дальше все просто. Немного офф-топ. Мой партнер на днях не мог делать перевод с карты ЛКБ 5000. Так, это, пожалуйста, ради всех поддержки спрашивайте. Компания берет себе процент с кэшбэка, который дает бизнес. Да, все верно. Так, ну что? Я извиняюсь, можно вопрос задать? Давайте, Игорь, пожалуйста, звуком, текстом. Так, Екатерина. А, так, Виктория, можете на вопрос ответить, который в таблицах нашим членам? Да, друзья, я уже начал отвечать. Пожалуйста, все обратите ваше внимание, что у нас есть Google Excel табличка. Там вы можете задавать вопросы, и я на них отвечаю. То есть, это тоже способствует более быстрому обучению, более быстрому ответу на вопрос. Почему не видно в приложении бизнеса, кроме как в Казани? В других городах есть же партнеры? Практически нет. То есть, мы начали с Казани и в других городах, в Екатеринбурге есть несколько партнеров, в Москве, по-моему, есть несколько партнеров. А так, рынок для вас абсолютно свободный. Если я нахожусь в СНГ, у меня есть знакомые с бизнесом, если они сами подключат свой бизнес, то норм, извините, если куплю. Бизнесы подключаем пока только в России. Можно добавить наш город в приложение. Ванжер и Суджинске есть. Виктория Ахунуа, что за город у вас, которого нет в приложении? Напишите, что за город. Каким образом персонал подключает QR-код? Когда бизнес подключается к системе, мы всем сотрудникам раздаем доступ для входа в их личный кабинет, и там у них будет свой QR-код. Могу вопрос задать? Виталий, можете только текстом в чате. Виктория, действительно Карапоткина нету. Я уточню, можно ли его добавить. Моего города тоже нет. Город Борзья. Забайкальский край. Понял. Хорошо. Записал. Зовите, пожалуйста, адрес кафе в Казани, где включена наша система лейнити. Благодарю. Много кафе лейнити. Вы можете в приложении вбить город Казань и увидеть все оффлайн-партнеры, которые есть в Казани. Могу ли я подключать бизнесы в других городах? Можете, конечно. Поясните, пожалуйста, Афтан тоже становится ко мне в первую линию. Виктория, да, в первую линию сотрудник тоже к вам становится. Приложение на карте есть, несколько МФЦ подключен. Как такое возможно? Это совместная коллаборация нашего банка-партнера, Акборсбанка с МФЦ. Вот, то есть по идее Акборсбанка МФЦ тоже распространяет карту Леви Кэшбэк для своих клиентов. Все транзакты по карте подключены бизнесом. Информация будет видна правительству и все, кто вправе отслеживает эту инфу. Не понял вопрос. Так, ну что, друзья, давайте тогда... Нет, друзья, вот смотрите, Сергей задает вопрос. Я надеюсь, что Сергей не с самого начала слушает нашу презентацию, наше обучение. Друзья, давайте, пожалуйста, будем внимательно слушать, читать и так далее. Вот, я сказал, что мы подключаем бизнесы, которые удовлетворяют двум критериям. Ну, сейчас еще трем в соответствии с предыдущим вопросом. Бизнес должен быть в России, бизнес должен быть B2C, маленький, и бизнес должен иметь терминал для оплаты. Вот. МФЦ это отдельный проект коллаборации Акбардбанка с МФЦ. Бизнес при подключении скачивает приложение с карты и автоматически становится мое переведение тех клиентов, бизнес с автоцифрами, соответственно, мое второе дение. Нет, клиенты Рима тоже идут к вам в первую линию. При подключении бизнеса вы коммуницируетесь с ними по телефону? Да. Рима, они тоже ваши первые линии. Какой процент забирает ЛКБ? До 50% от назначенного бизнеса кэшбэк. Если краткое коммерческое предложение, чтобы предварительно заинтересовать и проявить интересную встречу? Да, в чате стажеров в закрепленных данных есть презентация. Друзья, закрываем чат наш. Спасибо большое за ваши вопросы. Остальные вопросы, если у кого-то еще появятся, пишите их, пожалуйста, в онлайн Excel-табличку, которая есть в нашем чате стажеры. Если из ваших структур кто-то еще отправил заявку в чате стажеров, но я еще не добавил, пожалуйста, пусть они мне напишут в личку номер сотового телефона, который привязан к лови кэшбэк. Надеюсь, все было понятно, был очень рад вас видеть, очень думаю, вас обрадовали новости про маркетинг, про то, что все идет в сеть, что появились дополнительные 500 рублей, и реально просто в качестве домашнего задания. если у нас здесь школа, значит, есть домашнее задание. Друзья, в свободное время подружитесь с маркетингом, составьте план себе, свой личный план, сколько вы хотите зарабатывать денег. То есть, если вы хотите несчастные 50 тысяч рублей зарабатывать, прошу прощения, для кого это большие деньги, но просто в нашем проекте это маленькие деньги. 50 тысяч можно зарабатывать очень легко в вашем положении. Если вы хотите 50 тысяч зарабатывать, пускай 50, 150, пускай 150. Ваша задача в качестве домашнего задания до следующей школы расписать несколько вариантов того, как вы можете зарабатывать желаемую сумму. То есть, сколько у вас должно быть в вашей структуре стажеров, в какой линии, поскольку они бизнесов должны подключать. Маркетинг вы знаете, условия все знаете, сколько из кого вы будете зарабатывать. Вот, просто распишите себе целевые показатели и просто к ним двигайтесь. всем спасибо за внимание. Запись сегодня выложу в чат стажеры. Всем успехов, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры